Я знаю, ты не любишь гладить. Я тоже. Особенно, когда шмоток вот такая гора, как у меня. Но я придумала отличный формат. Будем общаться и гладить вместе. Так что давай, тащи к экрану свою гладилку, утюг и можешь даже заварить кофейку. Сегодня я буду гладить утюгом 55 серии от Tefal. Это модель AquaSpeed Precision FV5540 и я расскажу тебе про эту серию на ее примере. А ты в комментариях можешь рассказать про свой утюжок и почему выбор пал именно на него. Ну что, давай вместе начнем. На старт, внимание, начали! Рассмотрим детальнее, как он гладит шифон, хлопок и лен. Я все. А ты как еще гладишь? Лично я довольна результатом и могу сказать, хоть мы и посмотрели на один утюг из 55 серии, смело можно говорить за всех представителей этой линейки. Они справляются с повседневными задачами на ура. Впечатлила легкое скольжение, эргономичность, возможность вертикального отпаривания и достаточно мощный паровой удар. 55-й получает твердое 5. Итак, в 55-й серии три модели и вот это самый доступный вариант Aqua Precision FV5525. Его мощность 2500 ватт, а паровой удар 170 грамм в минуту. Второй, вот такой, как у меня, модель Aqua Precision FV5540. Он чуть мощнее, 2600 ватт, а его паровой удар уже 180 грамм в минуту. И самый топовый вариант это Aqua Speed Protect FV5549. По мощности он такой же, как мод, а вот его паровой удар составляет уже 190 грамм в минуту. А еще с ним в комплекте идет насадка для деликатных тканей. То есть, если ты любишь одежду из тонких тканей, которую очень легко повредить в процессе отглаживания, советую обратить внимание именно на эту модель. Как видим, у всей линейки хорошие, высокие показатели парового удара и мощности, так что с головой может хватить даже самого простого представителя FV5525. Ну все, я уже устала гладить, поэтому я предлагаю тебе сделать паузу, выпить кофе и, если тебе уже понравился этот утюг, поставить лайк под этим видео. У всех трех представителей 55-й серии схожий дизайн, но разнятся они цветом. У них вот такая подошва Darilium Aqua Clean Technology. Она металлокерамическая, устойчивая к царапинам, при этом очень-очень гладкая, обеспечивающая отличное скольжение. Вау, смотри, как скользит! Есть у 55-й серии защита от накипи, Anti-Skill System, а также система самоочистки. Чтобы прочистить утюг, нужно будет просто его максимально нагреть, отключить от питания и над раковиной паровым ударом вытолкнуть все ненужное. Есть и вертикальное отпаривание, то есть можно разглаживать какие-то легкие ткани, газ, фатин, шифон. А также этот утюг автоматически отключается, если ты вдруг задумаешься или отвлечешься на то, чтобы выпить кофе или поделиться этим видео со своими друзьями и забудешь про утюг. И еще одна полезность – эко-режим. При его активации соблюдается оптимальный баланс между потреблением энергии, идущей на парообразование, и эффективностью глажения. Она снижает потребление энергии на 20%. Эй, ты там еще не устала гладить? Я нет, потому что этот утюг достаточно легкий, и к его элементам управления очень быстро привыкаешь. Плюс у него устойчивая пятка и система изи-корд, которая удерживает шнур на расстоянии от ткани, чтобы он не мешал и не сминал ткань при глажении. А какие главные критерии при выборе утюга у тебя? Напиши об этом в комментариях, а также поставь лайк под этим видео и подпишись на наш канал. Всем до встречи! Также смотри советы по уходу за утюгом и узнай, как правильно хранить продукты в холодильнике.